Выступившие в ходе комиссии представители администрации, городской больницы, управления образованием и правоохранительных органов поделились опытом работы в данном направлении, а также внесли предложения по внедрению новых форм и методов борьбы с наркозависимостью. Свой отчет по изменениям в динамике подростковой преступности за прошедший год представил начальник ОМВД Марсель Абзалилов. Общая раскрываемость на истекший период составила 51,6%, а в аналогичном периоде было 43,6%. Из числа выявленных наркопреступлений 36 фактов связанных со сбытом наркотических средств, это на минус 34 в сравнении с аналогичным периодом. В своем докладе о результатах принимаемых мер по пресечению, распространению и потреблению наркотиков сообщила заведующая сектором по делам несовершеннолетних Лена Мусина. Сотрудниками отдела также организована работа по распределению гуманитарной помощи среди неблагополучных семей, лечению от алкогольной зависимости и проведению профилактических бесед с подростками и их семьями. В образовательных учреждениях города внедряются программы, курсы и современные технологии, направленные на профилактику наркозависимости. В этом году в ноябре месяце будет проведено социально-психологическое тестирование, в котором планируем охват 865 человек. В 2016 году из 48 человек, состоящих на внутришкольном учете, социально-психологическое онлайн-тестирование прошли 10 человек. В прошлом году первый раз проходили онлайн-тестирование, и все результаты онлайн-тестирования стекались в Министерство образования. Одной из сфер распространения наркотических веществ является сеть интернет. Для борьбы с вредоносным влиянием информационного ресурса используются различные методы. Эффективные меры – это установление рекламных сайтов по приобретению наркотических средств и вообще по рекламу сайтов. Мы эти сайты, при выявлении этих сайтов, мы направляем соответствующие письма, соответствующие органы, и в течение определенного времени эти сайты блокируются. Как показал анализ, за последние 2-3 года у нас наркотические средства приобретаются, и потенциальный потребитель у нас приобретает через интернет-сайты. На заседании комиссии были внесены предложения по проведению лекций в школах сотрудниками наркологического диспансера и более масштабные меры по распространению в городе баннеров и рекламы антинаркотического характера. По итогам совещания члены комиссии определили перечень мероприятий, а также список ответственных должностных лиц и организаций за исполнение поручений, направленных на профилактику и борьбу с наркозависимостью среди подростков.